Редактор субтитров А.Семкин Я прошу вас поприветствовать героя России, летчика-космонавта Михаила Корниенко и космонавта-испытателя Олега Блинова. Огромное количество людей хотят попасть в космонавты, и там существует конкурс, наверное, очень большой. А вот когда вы пробивались сквозь эти тернии, какой там был конкурс? Конкурс я не очень помню. Я знаю, что по статистике 1 к 150 примерно проходил вот все это СИТО. Медицинское я имею в виду только. Это мне в Институте медико-биологических проблем такую статистику дали, я поинтересовался. А дальше идет мандатная комиссия еще, которую тоже нужно пройти. А дальше отсев в самом центре подготовки космонавтов. Если даже ты попал в отряд, это еще не значит, что ты полетишь, да? И от момента написания заявления в отряд и до момента полета в космос, там больше 20 лет прошло. Вопросы слушателей, читателей, лектория Достоевский. Михаил, воздух можно есть ложками в космосе, сказали вы практически сразу после приземления. Расскажите нам, пожалуйста, что вы имели в виду? Именно это имел в виду. То есть, когда после полугодового полета или после годового полета ты дышал только штанционным воздухом, ну он кондиционированный, он там никакой. Это запахи пластмассы, это запахи космоса. Ну все что угодно, только не Земля, да? Потом к ним привыкаешь и кажется, что это естественный воздух такой. Но когда открывается люк после посадки и туда идет степной воздух казахстанский, ты вот каждую молекулу чувствуешь, реально. И это не мои слова, это кто-то из ветеранов сказал, да, что вот этот воздух можно есть ложкой. Я только повторил. Михаил, а можно тогда немножко поподробнее о тех ощущениях, которые испытывает космонавт, который приземлился? Ну, состояние не ахти, прямо скажем. Вот недаром у нас вытаскивают, потому что адреналин еще прет после, извините, я таким сленгом говорю, да, после спуска там очень такой нагруженный этап, когда за окном горит все, и когда от тебя требуется максимальная концентрация, и адреналина очень много. И вот когда тебя вытаскивают из спускаемого аппарата, то спасатели-то понимают, что ты рвешься, я сам пойду, все, не всегда это оправдано, поэтому ходить не дают сразу. И это правильно, я считаю, потому что можно упасть, просто и нос себя разбить. Ножки вот как у новорожденного теленочка трясутся, так потом немножко начинаешь себя приходить. Вот нам дают эту возможность, да, в себя прийти, сначала в кресло сажать, потом в палатку и так далее. Ну и, конечно, это самые такие трудные, вот первые 10 дней после посадки называют острым периодом адаптации, это на самом деле так. Что, по сути, меняется в вашем мировоззрении, в вашем отношении к жизни, к людям, просто к окружающим вас? Что-то меняется? Если меняется, то как? Спасибо. Ну, я сразу скажу, что спонтанно у меня не проявилась способность писать стихи, там, как говорят, или рисовать, или какие-то паранормальные способности. Изменилось, наверное, мое отношение к земле в целом, к нашей земной популяции, к нашему отношению к этой земле, да. Оно просто варварское. Я имею в виду экологию. Поэтому везде, где я езжу, где я встречаюсь, я прошу всех, донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, с размером с Калифорнией, его видно. Наблюдая, как мои коллеги, будучи вот еще на отборе, и как они добираются до орбиты, выполняют там задачи, и потом возвращаются, конечно, можно сказать, они взрослеют по-особому. То есть это уже более масштабный вид на все. Учитывая, что работа на Международной космической станции, это немножко другая работа, нежели на Земле. Жестко навязанный график работы, строгий режим, постоянно все под контролем. Человек более собранный, он постоянно в процессе. И вот эта дисциплина, постоянная, четко поставленная задача, она должна быть выполнена в конкретный момент времени. Вот эта обязательность, она настолько пронзает, видимо, разум, что когда человек возвращается, он считает, что так же и на Земле. И очень четко видно, что когда есть какая-то просьба, она не выполняется, его начинает немножко волновать. Как же так? Так, 340 дней на орбитальной станции вместе со сторонавтами НАСА Скоттом Келли. Вы, наверное, надоели страшно друг другу? Хотите верить, хотите нет, мы с ним ни разу не поссорились за этот год. Со своими я... были моменты такие, да, ругался. Вот ничего не могу сказать ни о американцах, ни о европейцах, ни о японцах. Вот японец с нами летал, Каичи, да, я мимо него пролечу, вот 10 раз я пролечу мимо него, он 10 раз мне скажет, Мишсан, добрый день, да. Ну, очень такие хорошие ребята, то есть вне политики. А как организовано общение с семьей? Есть возможность сейчас на МКС, и это большое подспорье, я должен сказать, и психологическая разгрузка. Звонить по телефону, вот если видишь, зона связи есть, ты можешь пойти в каюту или с любого лэптопа надеть гарнитуру, набрать телефон, там есть IP. Это не личный мобильный, это какой-то специальный телефон? Нет, мобильный там не работает, это радиоканал, да, но он завязан на телефонную связь через Хьюстон, через коммутатор, там можно звонить на любой сотовый, на любой телефон вообще по всей земле. Есть мейл, почта, да, есть выход в интернет, слабенький, но есть. И по субботам-воскресеньям ЦУП нам организует видеосвязь, видеоконференцию, фейс-то-фейс с семьей. То есть у меня дома есть планшет, NASA конфигурирует там связь дистанционную, и прямо из дома вот жена, семья со мной может разговаривать со станцией. Это выходные. Верите ли вы в перспективу российского космического туризма для нас, для простых обывателей, это первое. И второе, есть ли перспективы при нашей жизни увидеть лунную станцию, станцию, которую люди возведут на Луне? Спасибо. Я просто уверен в том, что российский отечественный космос в части пилотированной космонавтики и туризма, он будет. Вот сегодня мы общались по поводу разработки лунно-взлетно-посадочного комплекса, российской орбитальной станции, лунной станции. Материалы прорабатываются. Сейчас проходит экспертиза по планам Роскосмоса. Следующий перспективный или пилотированный транскорабль, ранее он назывался «Федерация», сейчас «Орел», условное название. В 2023 году в декабре будет беспилотное испытание на орбиту. В 2024 году это будет состыковка к МКС беспилотная, в 2025 году пилотируемый состыковка с МКС или другим орбитальным комплексом. А после этого, как пройдут вот эти испытания, произойдет модернизация корабля до лунного, то есть будет уже ПТК-М. И к этому моменту должен быть уже готов ракета-носитель сверхтяжелого класса, который позволит уже вывести на орбиту не только сам корабль, но и межорбитальные буксиры, которые позволят доставить ПТК, пилотируемый транскорабль, лунные взлетно-посадочные комплексы, обеспечить стыковку на лунной орбите и в дальнейшем обеспечить прелунение, выполнение двухнедельной задачи на поверхности Луны и в дальнейшем возвращение на Землю. Доводилось ли вам видеть рядом с МКС странные необъяснимые объекты? Честно скажу, не доводилось. Это распространенный миф, что космонавт должен видеть почему-то инопланетян, какие-то объекты. Я к иллюминатору подхожу два раза в день, посмотреть на Землю, что она здесь, чтобы немножко отдохнуть. Потому что все время работаешь в отсеке. Вот у летчика, который летит в межконтинентальный перелет, там из Европы в Америку, скажем, у него обзор 240 градусов, гораздо больше шансов увидеть инопланетян, чем у нас. А какие виды работ делают космонавты, когда находятся в открытом космосе? Ремонтные работы, научно-исследовательские, то есть экспонирование каких-то образцов мы либо ставим, либо снимаем. Я вот во втором выходе задачу поставили очистить иллюминаторы станции, которые загрязняются выхлопами прибывающих кораблей. На них образуется такая типа мазутной пленки какой-то. Тут прямо видно. Она еще жидкая, к тому же. В космосе все это немножко необычно. Не затвердевает ничего, не задубивает. А вот эта пленка, она остается жидкой. И я ее стирал специальным устройством, почистил каютный иллюминатор. Как вы относитесь к фантастике? Как вы относитесь к фильмам о космосе? Вот, например, к Интерстеллеру, если смотрели. Я ко всем космическим, ну, в общем, фильмам, которые связаны с космонавтикой, отношусь достаточно положительно. Объясню почему. Дело в том, что запретить человеку фантазировать нельзя. Это же мечта. Вот если я мечтаю, это фантазия? Фантазия. Это еще не сбыточно? Не сбыточно. Кто говорит о том, что это будет? Нет. Ну, и когда человек это все перекладывает на пленку и другим представляет свою мечту и свою фантазию, почему бы нет? А тем более, когда это касается космических тематик, вот именно фантастики, то это дает возможность конструкторам. Вот мне, например, когда я смотрю, вижу какие-то классные штуки. Для него это просто футуристическая какая-то штуковина или скафандры, или корабль. А я на это смотрю. А почему бы вот это действительно не реализовать? Расскажите, как вы шутите друг над другом на орбитальной станции, чтобы снять напряжение. Наверняка какие-то есть традиции, обычаи, что-то там такое интересное происходит на станции. Ну, шутим мы постоянно, и не все можно сыпть в эфир сейчас, да? Вот, я могу рассказать историю, как брат Скотта Келли прислал ему на борт с грузовым кораблем Dragon костюм гориллы. Ну, это можно было, да, они попросили, так, ЦУП разрешил, руководство. Причем полноценный такой костюм с головой, там, с лаптями, говорят, реально горилла. А он мне ничего не сказал, когда я увидел гориллу на станции. Ну, конечно, это было так... Ну, я умом не тронулся, конечно, я понял, что это прикол, там, но сначала это было немножко неожиданно, да? Потому что снежный человек, инопланетяне так мелькнул. Потом у меня такая немножко медицинская подробность. У меня имплант, передний зуб, он соскочил. А когда мы делаем медицинские эксперименты, там, флюорография глазового, не флюорография, а компьютерная томография, нам дают такой вот пиратский, такую повязку на другой глаз, чтобы... И вот я с этой гориллой, здесь, а с котом с выбитым зубом с этим снял коронку. Я ее нигде не выкладываю, эту фотографию, чтобы не позориться. Илон Маск. Это мошенник или талантливый бизнесмен и ученый? Как вы относитесь к тому, что он делает? Ну, я воздержусь от каких-то резких эпитетов. Он талантливый парень, конечно. Но, на мой взгляд, это никакой некоммерческий проект. То есть, это не частник, потому что у него постоянные контракты с НАСА. Это, безусловно, проект. Это проект НАСА, это проект Пентагона. Потому что он выскочил, как чертик из табакерки откуда-то, да, вдруг. И под него подсунуты несметные деньги. Только поэтому он может делать вот то, что делает. Не знаю, что у него получится дальше. Но, безусловно, он грамотный пиарщик, потому что его заявления идут впереди. Дело всегда, да. Это чисто американская такая черта. Но хочу подчеркнуть, что это не коммерческая фирма, это не частная фирма. То есть, это все блеф. Спасибо. Так что всех поздравляем и до новых встреч. Спасибо.